Добрый вечер Или картинка будет не очень четкая Вы можете либо попробовать зайти на вебинар с другого браузера Либо вы можете попробовать заморозить или отключить видео Тогда перед вами останется презентация И вы будете слышать голос по-прежнему Но, как правило, таких проблем, слава богу, не бывает И очень приятно, когда пишут Все прекрасно, все хорошо, замечательно Ну что ж, уважаемые коллеги, добрый вечер Мы сегодня с вами начинаем вебинар на очень важную и на очень непростую тему Тема наша сегодня – особенности обучения чтению на уроке английского языка Мы с вами поговорим о новых подходах к обучению в начальной школе Мы с вами коротко успеем поговорить об особенностях подготовки к разделу чтения На итоговой аттестации на ГИА и на ЕГЭ Посмотрим на те требования, которые существуют И на то, что нужно для того, чтобы подготовить Мы сегодня с вами успеем совершить короткую экскурсию в историю методики Для того, чтобы посмотреть, откуда появились разные методы И на чем основываются современные методы Которые только-только проникают в нашу школу И посмотрим, как их правильно использовать А вообще, если говорить честно Чтение является не только одним из ключевых видов речевой деятельности И вне языковой среды вряд ли возможно научить человека говорить, если он не будет читать Но чтение является также и одним из самых-самых сложных видов речевой деятельности Потому что вы сами знаете, как трудно ребенка научить читать Как трудно научить читать так, чтобы ребенок понимал правильно прочитанное Да и не только ребенок, иногда и взрослые Эти проблемы бывают Прежде чем говорить о том, как обучать чтению Давайте мы с вами подумаем вот о чем Что же такое чтение, что из себя представляет У этого процесса есть две стороны С одной стороны, мы смотрим на какую-то надпись Мы пытаемся ее понять То есть мы декодируем то, что написано А с другой стороны, ведь чтение вслух — это тоже вид чтения Здесь есть и техника чтения Оно демонстрирует понимание и так далее Поэтому, если мы с вами посмотрим на существующее определение того, чем является чтение То вот, например, одно из очень популярных определений, которое приводится во многих учебниках методики Чтение — это вид речевой деятельности, входящий в сферу коммуникативно-общественной деятельности людей Реализуемый в форме вербального опосредованного общения Как многие определения, это определение является с одной стороны емким, с другой стороны достаточно расплывчатым Оно отражает суть процесса, но не очень отражает, наверное, детали Поэтому поговорим вот о чем В чтении, как я уже сказал, участвуют два механизма Первый механизм — это механизм восприятия печатного кода Когда мы соотносим графический образ слова, графемы, мы соотносим с фонемами Мы знаем, как они звучат, как они озвучиваются и в состоянии преобразовать это в речь И второй механизм — это механизм переработки читаемого Для того, чтобы у нас получилось понимание текста и его осмысление Как этого добиться? Мы об этом сейчас попробуем поговорить Вообще, вы знаете, когда задаешь вопрос «что же такое уметь читать?» На этот вопрос многие отвечают по-разному Для кого-то уметь читать — это умение понять небольшой короткий текст и ответить на несколько вопросов Для кого-то умение читать — это умение понять текст детально Для кого-то умение читать, особенно когда мы говорим о младших школьниках Это большая радость, когда ребенок хотя бы правильно слово вслух сумел прочитать Поэтому мы говорим о том, что умение читать, опять же, состоит из двух моментов, из двух умений. Первое — это умение читать вслух, с правильным произношением, с правильным ритмом и с правильной интонацией. То есть мы говорим о технике чтения. Второе компонент умения читать — это умение читать с извлечением информации. Причем не просто с извлечением информации, а еще и с различными целями. А отсюда и разная глубина понимания, и разный объем того, как мы читаем. То есть разные виды чтения требуют разных приемов для обучения. Мы с вами в ходе вебинара рассмотрим способы обучения техники чтения. Мы посмотрим на то, как можно научить чтению для качественного извлечения и понимания информации. И, наконец, мы посмотрим на то, как можно обучать детей читать с удовольствием. То есть это, если говорить методически, умение повысить мотивацию. Но на самом деле чтение для удовольствия — это вполне самостоятельный вид чтения, у которого есть свои особенности. И при нем механизм чтения работает несколько по-своему. Вообще, вы знаете, если мы с вами посмотрим на историю того, как обучали чтению, посмотрим на историческую перспективу, то мы с вами заметим, что исторически обучение чтению строилось звукобуквенным методом. Мы шли от буквы к звуку. Причем очень часто происходила вербализация буквосочетания. То есть перед нами на бумаге были написаны определенные слоги, определенные буквы сочетания. И для того, чтобы их было прочитать нужно, не обязательно было вглядываться в смысл. Либо давались слова, которые были сгруппированы по принципу определенного типа слога или определенного правила чтения, совершенно вне зависимости от того, какой смысл эти слова несут. Несут ли они какой-то коммуникативный смысл все вместе. То есть каждое слово воспринималось только как материал для чтения. Мы с вами посмотрим на несколько страниц из исторических учебников, которые были написаны несколько веков назад. Одним из примеров такого учебника будет New England Prima, который был напечатан в Бостоне в 1690 году. Мы посмотрим на то, как английскому учили, как родному языку. Мы сравним с тем, как обучали чтению на русском языке, как на родном. Посмотрим на книгу «Юности. Честное. Зерцало», которая была напечатана в Санкт-Петербурге в феврале 1717 года по распоряжению Петра I. А также мы посмотрим на то, как строилось обучение чтению с пониманием. А строилось оно исторически на цитатах из Библии, поскольку Библия зачастую была единственной книгой, которую когда-либо читали. И цитатах из произведений известных философов древности и на поучительных диалогах. И здесь мы опять же посмотрим еще на два учебника. Один из этих учебников — это учебник Яна Амоса Каменского, который вышел в 1658 году в Германии и использовался для обучения латинскому языку. И второй учебник, на который мы посмотрим, — это учебник повседневных диалогов, построенный на этих диалогах. Учебник английского языка для испаноговорящих людей. И этот учебник тоже вышел в 16 веке. Я думаю, что будет довольно интересно посмотреть на такие моменты. Итак, перед вами на экране разворот страниц из книги «Нью Энгланд Прайма», который используется для обучения чтению. Если мы на них посмотрим, то мы увидим, что дан алфавит, несколько способов написания, а затем идут слоги. И так это и называется «Is it syllables for children?» — то есть даются буквы-сочетания. Если мы посмотрим на эти буквы-сочетания, то увидим, что здесь есть такие сочетания, которые далеко не всегда и очень-очень нечасто могут встречаться в реальной речи, в реальных английских словах. Тем не менее, дети их читали. Например, «Ix» — только в словах латинских или латинского происхождения. В англоязычных словах такие вещи встречаются, и то крайне редко. Тем не менее, дети пытались читать по буквам, называя каждую букву отдельно. И здесь очень сложно было говорить о том, какого рода звуки могут эти слоги образовывать. Даже несмотря на то, что тогда произношения, правила чтения были более приближены к тому, как было написано. Поскольку это все еще происходило в момент великого сдвига гласных, он только начался, и изменение правил чтения. Но даже тогда уже настолько далеко ушли от орфографического передачи звука, что все равно многие слога было невозможно прочитать совершенно. Уважаемые коллеги, несколько человек, вот два человека написали, что пропадает звук. Я постараюсь говорить чуть-чуть помедленнее и пониже темп возьму. Но если у вас качество звука будет не очень хорошее, попробуйте или войти через другой браузер, например, через Google Chrome, или заморозьте видео, или вообще видео отключите. Тогда вы будете видеть презентацию, будете слышать голос, и при этом качество звука будет гораздо выше. Качество звука во многом зависит от того, насколько у вас интернет-канал пропускает. Итак, мы посмотрели с вами только что на то, как звукобуквенным методом обучали читать английскому как родному языку в конце 17 века. А вот вам пример из книги юности «Честное зерцало», которая была напечатана в Петербурге в 1717 году. И мы увидим с вами, что абсолютно те же самые подходы для обучения чтению и использовались. Давались буквосочетания, причем буквосочетания давались сначала слоги двусложные, потом слоги трехсложные, то есть трехбуквенные. И вы увидите, что есть слоги из таких букв состоящих, например, буква «щ» и мягкий знак, «щ» и твердый знак, которые совершенно вслух не читаются. Ребенок должен был просто опознать, назвать букву вот эту, назвать букву другую. И если мы увидим, то просто были сочетания гласных и согласных все подряд. Например, на странице «бли», «вли», «гли», «дли», «жли» и так далее. То есть то, что в словах, в общем-то, и не используется. То есть принцип был один. Нужна была вербализация. Нужно было назвать, уметь буквы. И неважно, имеет это смысл какой-то или не имеет. Что же касается чтения с пониманием, то еще одна цитата из книги «Юности честной» и «Зерцала». На этот раз цитата о пользе владения иностранными языками. То есть цитаты были морализаторские, нравоучительные и этикетного характера. Как себя вести, руководство. Но это задача была книги. Если позволите, я вам зачитаю эту цитату. Молодый отрок должен всегда между собой говорить иностранными языками, дабы тем навыкнуть могли, и особливо, когда им что тайное говорить случится, чтобы слуги и служанки дознаться не могли. И чтобы можно было их от других незнающих болванов различить. Ибо каждый купец товар свой похваляет как может. То есть то, что относится к иностранным языкам. Давайте посмотрим, каким образом учили читать с пониманием текста в других учебниках. Сейчас на экране перед вами отрывок из книги Яна Амоса Каменского. Книга называется по-латыни и использовалась для того, чтобы обучать латинскому языку. Книга была изна в 1658 году в Нюрнерге на немецком и на латинском языках, а потом ее очень быстро перевели на остальные европейские языки, на многие. И эта книга стала одним из самых популярных учебников, и в течение более сотни лет использовалась во всех школах. Так вот, мы видим с вами картинку, мы видим текст, например, «A turkey gobbles», то есть какие животные, как говорят животные, какие звуки издают. И текст на двух языках, на английском и на латыни. То есть таким образом детей и обучали. Это понимание на уровне предложения с опорой на картинку. И я вам хотел показать отрывочек, еще один, «Как учили чтению с пониманием» в 16 веке. Книга, из которой я показываю отрывок, называется «A very profitable book to learn English and Spanish». Она была издана в 1554 году, вскоре после свадьбы английской королевы Марии и испанского короля Филиппа II. В расчете очевидно на то, что сейчас после того, как дворы объединяются, две короны вместе сходятся, испанский язык станет популярным. Я не стал вам приводить испаноязычного текста этой книги, но посмотрите, какие были диалоги, на которых учились тогда иностранным языкам. Вот это учебник английского языка как иностранного. Диалоги не очень естественно звучали, как отмечают многие авторы. В диалогах просто подбиралась лексика и грамматика для того, чтобы иллюстрировать какие-то явления, или для того, чтобы просто использовать нужные слова, которые необходимо отработать. Я прочитаю для вас этот диалог. То есть вот перед вами пример того диалога, который использовался. Если не брать во внимание старинную орфографию и небольшие различия в грамматике, текст вполне понятен. И, наверное, не одному мне, а и вам тоже показалось, что текст очень напоминает текст в ряде учебников, которые использовались еще в середине XX века и вплоть до середины 80-х годов. Текст напоминает и диалоги. В книге Хорнбе, например, конструкция оборота английского языка. Текст отчасти напоминает, возможно, многие из вас были знакомы, лондонский лингофонный курс. Я до сих пор вспоминаю, как в этом курсе звучали тоже диалоги такого типа. Например, человек представлялся, говорил, I am a man, my wife is a woman. И затем шли вопросы и ответы. Например, do you smoke? Yes, I do. Do women smoke? Some women do and some women don't. И так далее. То есть примерно такой же уровень естественности и необходимости, и актуальности в современном обществе. Вот все это было обусловлено тем, что обучение строилось от звука, от буквы к звуку, был метод звукобуквенного обучения чтению, и основной смысл, вернее, основное внимание уделялось форме того, что написано, более чем смыслу. На самом деле чтению обучать сложно. Целый ряд трудностей возникает. Например, графический образ слова не полностью в английском языке соответствует звуковому образу. Перед вами сейчас на экране появился отрывок из стихотворения, который используется и использовался для того, чтобы запомнить сложности в правописании в английском языке и в правилах чтения. Если вы позволите, я вам его прочитаю. Это только отрывок, полное стихотворение размещали у нас на сайте englishteachers.ru. Посмотрите на него. То есть каждые слова являются исключением из правил и читаются особо. Их необходимо запоминать отдельно. В разных типах слогов одни и те же буквы могут читаться по-разному. Согласные буквы, как вы тоже знаете, читаются совсем по-разному, в зависимости от того, в окружении каких букв они находятся. Они могут быть и немыми. Они могут быть, например, си читаться и как к, и как с, и так далее. То есть метод звукобуквенных соответствий довольно непростой. Освоение алфавита требует долгого времени, и это очень неудобно в обучении иностранному языку. Конечно же, за эти века делались попытки преодолеть трудности. Попытки чисто методического плана. Например, в 1800-1910-х годах, то есть в течение всего 19-го века и начала 20-го, многие специалисты и авторы учебников предлагали обучать детей чтению с использованием адаптированных алфавитов. То есть сначала дети читали, например, для того, чтобы показать долготу звука. Если нам нужен был долгий звук А, то вместо того, чтобы писать полный слог, писали букву Э и над ней ставили черту, диакритический знак. А в других системах алфавитов, которые предлагали, та же самая Э с черточкой наверху, вместо того, чтобы означать долгий звук А, могла означать правило чтения Э в открытом слоге, читалось как Э. И так далее. Адаптированные алфавиты использовали почти в течение 100 лет, но, к сожалению, они проблему обучения чтению и технике чтения решить не помогли. Хотя бы потому, что дети владели адаптированным алфавитом, и им трудно было приспособиться к алфавиту реальному. А потом еще и с орфографией возникали проблемы. Второй методический прием преодоления трудностей в обучении чтению был следующий. Начали вводить устное опережение. Устное опережение было особенно популярно в целом ряде методов, например, в методах аудиовизуальном и аудиолингвальном. Я не буду сейчас на них подробно останавливаться, но идея была следующая. Сначала идут вводные устные вещи, мы знакомимся со словами, и параллельно продолжаем, не спеша изучать алфавит. Мы какие-то слова запоминаем без опор, вернее, опорами могут быть рисунки, картинки и так далее. А когда мы научимся читать, мы уже эти слова читать будем. И еще одним из одной попыток, одним способом преодолеть трудности было использование устного вводного курса. То есть сначала иностранцы изучали некий объем лексики полностью, и только потом им начинали давать алфавит и обучали читать. К сожалению, и этот способ не явился панацеей. Потому что когда мы читаем, когда мы только учимся читать, нам уже необходима для говорения опора какая-то. Картинки нам не помогают, нам надо видеть, как слова пишутся. А пока еще алфавит весь не изучили, то есть это проблема. Еще одним из способов преодолеть трудности при обучении чтению явилось увеличение времени на обучение чтению. Обратите внимание, пожалуйста, и в США, и в Великобритании при обучении английскому как родному языку используется так называемый literacy block. В США это блок, это uninterrupted period, то есть вообще без перерывов, занимаются от 90 до 150 минут в день. Занимаются обучением чтению в начальной школе и обучением письму. То есть дети занимаются примерно тем, чем мы с вами занимаемся на уроках русского языка как родного. Каждый день от 90 до 150 минут. В Великобритании времени отводится меньше, но тем не менее 60 минут в день в начальной школе дается каждый день. Сколько у нас с вами по стандарту и по базисному учебному плану в начальной школе часов английского в неделю вообще, вы прекрасно знаете. Конечно, английский язык для нас иностранный, поэтому не может столько времени отводиться, сколько в школах английскому как родному языку, но все равно контраст поразительный. И именно долгота вот этих вот literacy block или literacy classes как раз и говорит о том, что даже для носителя языка, который находится в языковой среде, умение читать является очень-очень непростым умением. Для того, чтобы понять, как же можно эффективнее учить читать, необходимо понять, что происходит, когда мы читаем. Целый ряд исследователей уже в течение более сотни лет пытается распознать вообще, что происходит. Существовали и существуют самые разные теории. Как же пытались понять, как мы читаем? Посмотрите на текст, который появился перед вами. Вы, я думаю, можете его без труда почитать, и только если вы вчитаетесь, смотритесь, хотя, конечно, как учителя, вам это больше бросится в глаза, вы это легче заметите. Так вот, только если вы присмотрите повнимательнее, вы заметите, что в большинстве слов есть опечатки. Я специально переставил в серединах слов буквы местами. Тем не менее, это совершенно не мешает читать, не правда ли? Мы легко можем прочитать. О чем это говорит? Это как раз один из тех экспериментов, который показывает, что для нас, в общем-то, когда мы читаем, неважно, какая буква, как произносится. Мы не анализируем каждую букву по отдельности в слове. Мы воспринимаем слово целиком, либо отдельными кусками. И это получается довольно легко. Сразу вопрос, можно будет выложить презентацию на сайте? Конечно, можно. Завтра презентацию выложим. Так вот, мы читаем целиком слово, воспринимаем его как образ. Значит, давайте запомним один момент. При сформированном умении читать, я еще раз подчеркиваю, при сформированном умении читать, мы не анализируем каждую букву по отдельности. Но к этому умению еще надо подойти. В середине 19 века один из основоположников современной психологии, Джеймс Макин Кэттелл, провел интересный эксперимент, который также показал, что мы воспринимаем слово как единое целое. В рамках этого эксперимента Кэттелл показывал на короткое время испытуемым, те, кто участвовали в эксперименте, отдельные буквы или слова на карточках. То есть показывали карточку, на которой была или буква написана, или слово, буквально на несколько секунд, и ее убирали. А потом, предъявив несколько слов или букв, и букв в перемешку, просили испытуемых записать то, что они видели. И оказалось, что слова вспоминаются, то есть запоминаются и воспринимаются гораздо лучше и легче, чем отдельные буквы. И это еще один эксперимент, который подтверждает, что для нас целое слово гораздо важнее и проще в естественной среде, когда мы читаем. Но более поздний эксперимент, который проводили в 60-70-х годах, в годах уже 20 века, показали, что на самом деле мы не только целиком слово воспринимаем, но бывают ситуации, в которых мы воспринимаем буквосочетания. Наиболее типично мы их запоминаем легко. А также иногда и отдельные буквы. Но и целые слова тоже. Вот эти вот новые данные привели к целому ряду вопросов, очень важных, которые и определили. Несколько способов, какими мы можем обучать чтению. Самый главный вопрос, что же является единицей чтения? Читаем ли мы каждую букву? Читаем ли мы какие-то слоги или просто буквосочетания? Или читаем слово? То есть, соответственно, от ответа на этот вопрос зависит, что может и должно являться единицей обучения. То есть, получается, если единицей обучения является буква, то мы используем метод звукобуквенных соответствий. И мы идем от буквы к звуку. Мы говорим, что вот такая-то буква при чтении дает следующий звук, или целый набор звуков в таких-то, таких-то слогах, и в таких-то буквосочетаниях. Если единицей чтения является буква, сочетание или целое слово, то тогда мы используем метод обучения чтению целым словом. Что это за метод? Как он нам помогает? Во-первых, сам метод обучения чтению целым словом – это не такая уж новая вещь, как могло бы показаться. Я читал на одном форуме, одна учительница возмущается, говорит, вот какое безобразие, почему все учебники старые? Ведь уже известно, что есть метод чтения целым словом. Почему его все еще не применяют? Вот почему его все не применяют, мы с вами сейчас поговорим об этом. Но на самом деле этот метод далеко не так нов, как учительница полагает. Этот метод опирается на гештальт-психологию, то есть на психологию целого образа. И еще в 1840-х годах психологи писали, что на самом деле, когда мы хотим показать ребенку корову, мы не показываем отдельно хвост, отдельно копыт, отдельно рога, отдельно морду, уши и так далее. Мы показываем целиком животное, и только потом начинаем привлекать внимание ребенка к отдельным его частям. То есть мы мыслим образами, мы эти образы воспринимаем, и мы пытаемся образы и выразить. И данные эксперимента Кеттелла тоже подтверждают, что мы можем читать целым словом. То есть это одна теоретическая основа обучения метода чтения целым словом. В рамках этого метода дети учатся распознавать слова как целые единицы по силуэтам, по образу, не обязательно анализируя слово по буквам. В этом есть свои плюсы и минусы, мы чуть позже об этом поговорим. И каким образом работает этот метод? Какой алгоритм действий? Дети соотносят слово с изображением предмета. Сначала, то есть они его слышат, они видят картинку, на которой слово изображено, и только потом видят графический образ слова. То есть услышав, увидев значение, поняв, когда слово лексикализировалось, уже стало понятным, дети видят, как оно пишется. Вот один из приемов, одно из практических упражнений, которое показывает, как обучают чтению целым словом. И этот метод, это один из методов, я хотел подчеркнуть один из методов, который используется для обучения чтению в учебниках Милле. Посмотрите, пожалуйста, на страницу, перед вами упражнение номер два. Давайте обратим на него внимание. Как же метод обучения чтению целым словом работает? Это упражнение из рабочей тетради, поэтому формулировки даны на русском языке, чтобы дети их обязательно поняли. Задание звучит так. Найди соответствие и напиши слова. То есть в левой колонке у нас сами слова даются, в правой колонке предметы, которые эти слова изображают, и в середине у нас есть силуэты. И дан образец, у нас есть слово «байк», мы от него протягиваем линию, соединяем его с велосипедом, то есть со значением, и потом в силуэт вписываем слово по буквам. Для чего это нужно? Для того, чтобы ребенок запоминал сам силуэт слова и умел его узнавать при необходимости. Для работы с таким методом нам необходимы карточки со словами-рисунками, то, что называется flashcards. Они сейчас появились перед вами на экране. То есть учитель на уроке сначала показывает предмет на карточке и называет его, например, «a school bag», «a school bag», потом прикрепляет карточку на доску, показывает, как это слово пишется, и прикрепляет рядом с этим предметом, называет следующий предмет и так далее. Затем постепенно убирает эти предметы, читает только слова. Дети эти слова запоминают и повторяют вслух за учителем. То есть этот метод чтения целым словом очень часто называется look and say. То есть мы смотрим и произносим сами, либо повторяя за учителем, либо произносим сами то, что мы видим. Затем учитель может поиграть в самые разные игры для закрепления. Одна из игр называется, она в миле дается, она называется clever parrots. То есть она происходит таким образом. Учитель показывает написанное на карточке слово или словосочетание и читает его вслух. Если учитель прочитал именно то, что написано на карточке, например, a cat, дети повторяют за ним хором a cat. Если учитель смотрит, показывает карточку, на которой написано a dog, а сам говорит a cat, то дети молчат. То есть, как правило, это помогает убедить, что дети реально видят, что написано и понимают, могут это прочитать. Ну а затем дальше идут следующие игры на закрепление. Так вот, у каждого подхода и метода, как я уже говорил, есть свои плюсы и минусы. Давайте попробуем проанализировать плюсы и минусы метода звукобуквенных соответствий. Я в таблицу выделил несколько, возможно, вы поможете мне эту таблицу дополнить и напишите в чате, какие еще бывают проблемы, с которыми вы сталкивались, или наоборот, чем вам этот метод помогает. Чем хорош метод звукобуквенных соответствий? Прежде всего, это метод надежный. Мы предъявляем детям правила, и как правило, после того, как они правила выучили, они могут читать любые незнакомые слова, которые они впервые видят, если только там нет каких-то исключений. Они их прочитают правильно. Вот это вот основные плюсы этого метода. Если есть какие-то еще плюсы, напишите, пожалуйста. Но у этого метода есть и минусы. Прежде всего, обучение занимает очень много времени. Оно медленно длится. Вы сами знаете, всю первую четверть, а то и две первых четверти, мы занимаемся тем, что с детьми алфавит. Изучаем и знакомимся с типами слогов. Вот как нам сейчас комментируют, детям сложно понять правила про типы слогов. Совершенно верно, потому что в русском языке не так актуально. Чтение по типам слогов, у нас нет таких резких различий по тому, как буква читается. Так что это еще одна сложность. Исключение из правил, как я уже говорил, приводит к сбоям в чтении. Мы с вами видели маленький отрывочек, который я вам читал слух из стихотворения. Он действительно очень сложный. Не зная, как читается правильно конкретное слово, просто по правилам его не прочитать. И еще одна из проблем, про которую я говорил, это то, что при методе обучения чтению звукобуквальными соответствиями визуализация слова не обязательно связана со смыслом. Мы просто читаем отдельные буквосочетания либо отдельные слова, которые никак не встраиваются в коммуникативную канву урока. То есть, получается, мы учимся говорить отдельно, а слова мы читаем совершенно отдельно. У метода обучения чтению целым словом тоже есть свои плюсы и минусы. Я попробовал их вам привести. Плюсы следующие. Во-первых, это высокая скорость обучения. За счет чего она достигается? За счет того, что ребенок видит изображение слова, и он его узнает. Он не читает по отдельным буквам, он его узнает как картинку. Точно так же, как на фотографии, он вполне щеночка от цветочка отличит. Точно так же он у силуэта ассоциируется со звуком. Мы же знаем, как, например, собачка гавкает, правда? Точно так же он знает, какой звук издает в кавычках написанное на карточке слово. Он его может воспроизвести. Поэтому высокая скорость обучения. У детей появляется тут же опора для запоминания новых лексических единиц. То есть дети могут читать, узнавая вот этим методом, те слова, которые они тут же используют на уроке. А это очень хорошо подкрепляет запоминание новой лексики. И точно так же при таком чтении это чтение очень удобно интегрирует с другими видами речевой деятельности, поскольку нас не сдерживает ни знание алфавита, ни умение произнести вслух, ни развита техника чтения. Но есть и свои минусы. Да, с одной стороны, скорость обучения высокая. С другой стороны, дети хорошо читают только знакомые слова. Они их прекрасно узнают, но и память-то ограничена у ребенка. И слов можно предъявить только определенное количество за урок и за год обучения. Поэтому, хотя дети многие слова в конце года знают, показать ребенку незнакомое слово не факт, что ребенок его сможет прочитать. Многие слова сложно изобразить, как нам подсказывают, действительно. И картинкой некоторые абстрактные понятия передать крайне сложно. И мало того, что крайне сложно передать такие вещи, абстрактные понятия, у ребенка требуется время, чтобы запомнить силуэты слов. И вот сейчас правильно очень сказали, в началке все обучение только через игру, так что любые правила обыграем. Правила можно обыграть действительно, но вот в этом случае нужна очень высокая и активность, и подготовка учителя. То есть, такое обучение, оно и физически не очень простое. Детям легче в этом плане. У них есть иммунитет к повторению частому. В начальной школе дети любят повторять один и тот же материал, а вот учителю бывает нелегко, пожалуй. А усталость учителя, и те силы, которые требуются на обучение, тоже следует учитывать. Вот если мы сами еще раз посмотрим на плюсы и минусы вот этих двух основных подходов, которые во всем мире сейчас используются, то мы увидим, что метод чтения целым словом позволяет поддерживать высокий темп обучения, дать детям опору для чтения с первого же уроков. И вот его плюсы. А обучение методом звукобуквных соответствий позволяет научить детей читать новые, незнакомые слова. Хотя, конечно, это происходит гораздо медленнее. То есть, мы видим, что у каждого метода есть свои плюсы и подводные камни. Как же эти методы можно использовать? Каким методом обучать? В курсе Милле авторы предлагают использовать оба метода в рамках сбалансированного подхода. Что такое сбалансированный подход? Это не значит, что у нас на каждом уроке будет, например, два упражнения на чтение методом целым словом и два упражнения на чтение методом звукобуквных соответствий. Это не совсем верно. Сбалансированный подход означает, что в рамках каждого урока мы соблюдаем некий баланс в зависимости от коммуникативной цели, от учебных целей данного урока. И у нас обязательно будут упражнения и на обучение методу звукобуквенных соответствий, и методу обучения чтением целым словом. Посмотрите, пожалуйста, пока мы только изучаем алфавит, это в течение первых трех юнитов во втором классе первый год обучения, мы алфавит изучаем довольно подробно. Но параллельно мы используем метод целых слов, а всего 10 юнитов в учебнике, и как только мы изучили алфавит, мы начинаем подробно работать над методом звукобуквенных соответствий. До конца года и так далее весь курс мили, это обучение рука об руку двумя методами продолжается. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, очень важно именно то, что мы оба метода используем параллельно. Как, например, строится обучение звукобуквенного соответствия в курсе мили? У нас есть рубрика, она выглядит совсем небольшой, она называется «We can read». В этой рубрике приводится маленькая речевка на определенные правила чтения. Например, как мы читаем букву C в ряде случаев, не перед E, I и Y, когда она читается как С, а в остальных случаях. У нас есть речевка «What color is the cat in the clown's computer?» Буква C выделена красным цветом, здесь именно правило дается чтение, как эта буква читается, оно картинкой иллюстрировано, мы это правило повторяем вслух за учителем, мы его запоминаем, мы его слышим, мы видим, как буква выделяется. То есть, еще раз мы подчеркиваем, дети, вот эта буква читается именно вот таким образом. То есть, это традиционный подход звукобуквенного соответствия, только вместо того, чтобы читать детям лекцию о типах слогов, мы идем от контекста. Мы запоминаем вот эти вот буквы, тем более, что, посмотрите, мы говорили про Рождество, у нас тут и Father Christmas, и Santa Claus, где опять же буква C читается как К. Правило подходящее. Это обучение чтению прекрасно интегрируется в другие виды речевой деятельности. Перед вами сейчас разворот учебника Милли, давайте мы посмотрим на то, как мы работаем с ним. На первой странице мы видим задание, это третий урок юнита, то есть лексика уже урока была введена юнита. Listen, look and say. Дети слушают комикс, смотрят на картинку, отдельные слова, которые нам надо научиться читать, написаны, это наш активный словарный запас. Дети слушают эту историю и понимают. Затем, read and say. Дети читают самостоятельно. Фраза, которые были в комиксе. И опять же задание read and say. У нас есть опора на картинки, мы споставляем. И внизу рубрика we can read, когда мы еще раз смотрим на правила, каким образом такие вещи читаются. Сразу попробую отвечать на вопрос. Метод звукобуквенных соответствий предполагает использование транскрипции. Транскрипцию можно использовать при любом методе. На самом деле, потому что, когда мы идем от звука к букве, я думаю, что вполне удобно показать и транскрипцию. Беда в том, что нам приходится детям, для которых родной алфавит кириллический, давать фактически две системы кодирования. Одна система – это латиница, сам алфавит английский. А вторая система – это транскрипция. Транскрипция в данном случае играет роль вот такого промежуточно адаптированного алфавита, который помогает нам перейти к чтению. И нам знание транскрипции нужно будет для того, чтобы работать со справочниками и словарями. При метке чтения целым словом можно тоже транскрипцию давать. Ее можно давать и точно так же, как мы показываем целое слово. Можно на карточке транскрипционное обозначение слова показать. Но, наверное, больше имеет смысл транскрипцию добавлять в ваши уроки, когда вы работаете над рубрикой «We can read». Это довольно интересно получается. Так вот, еще разок, если мы посмотрим на картинку, разворот страницы учебника, то мы увидим, что здесь у нас интегрировано и обучение целым словом в уроке есть, и звукобуквенные соответствия. И я думаю, что поскольку мы здесь говорим о том, как буква G читается, в каких случаях она читается как G, вполне неплохой идея, удачная, если вы считаете это нужным и правильным. Параллельно детям дать еще и транскрипционный значок, да еще и в тетрадке записать у себя. Это вполне может быть удобно. Активно транскрипция очень активно изучается, начиная с пятого класса в курсе New Millennium English. Но если вы хотите подкрепить транскрипции в ваши уроки, для нее есть то же место именно при работе с рубрикой «We can read» и при обучении чтению методом звукобуквенных соответствий. Еще один момент. Вот здесь уже не столько техника чтения, сколько повышение мотивации для детей. В курсе Милли авторы предлагают вот такую вещь. Есть тексты довольно большие. Они предназначены как раз для того, чтобы дети научились получать удовольствие, чтобы им было интересно читать. И эти тексты, пример учебника Милли для четвертого класса, эти тексты объединены в рубрику «Very new adventures in an upside-down world». Мир не зря называется upside-down, перевернутый. Для того, чтобы прочитать эти тексты, как видите, они специально написаны вверх ногами. Дети поворачивают учебники у себя на парте. И это позволяет и непроизвольное внимание привлечь на помощь произвольному, и вот эта вот неожиданность, яркость, когда мы вырываем из контекста всей школы, вот такой момент, вернее, не вырываем его, а делаем его ярким, заметным, помогает детям еще и более эмоционально воспринимать эти тексты. А тексты сами по себе интересны. Это приключения, они даются в комиксах, то есть то, что детям понятно. О способах повышения мотивации и о принципах отбора текстов для учебников мы еще поговорим. Там очень интересные методические приемы есть. Пока же давайте поговорим о чтении с пониманием. Вы знаете, вот технику чтения поставить, конечно, гораздо легче. Для того, чтобы понять, как человек читает технически, есть техническое оборудование. В середине XX века просвечивали мягкими рентгеновскими лучами, то есть не очень сильным излучением, ротовую полость, когда человек говорит и когда читает. И выяснилось на самом деле, что при чтении язык, даже когда мы читаем про себя, язык совершает микродвижение. Он пытается показать нам, в каком направлении он двигался бы, если бы мы читали вслух. То есть вот первый период, когда мы ставим технику чтения, он очень важен, он продолжается с нами, даже когда мы читаем про себя. Вообще, правильное чтение вслух, конечно же, на уровне предложения и текста, не на уровне отдельных слов, а на более высоких уровнях, невозможно, правильное, еще раз повторю, без понимания смысла. Если мы понимаем смысл того, что мы читаем, тогда у нас и интонация будет правильная, и синтагматическое членение. Правильно мы будем знать, когда, куда паузу поставить, когда голос идет вверх, когда вниз. У нас будет правильный ритм чтения, его трудно сбить. И отчасти даже темп чтения зависит от понимания, потому что, вы согласитесь, наверное, когда ребенок понимает то, что он читает, он сможет читать быстрее. Когда он не понимает, а просто озвучивает написанные буквы, ему гораздо сложнее все это прочитать. Существуют разные цели чтения, как известно. Одна из классификаций, которую, кстати, предложили в Советском Союзе, ее предложила Фолонкина еще в 1974 году. Эта классификация очень популярна, и она легла в основу абсолютного большинства классификаций, которые используются во всем мире. По этой классификации чтение делится на следующие виды. Это чтение ознакомительное, то есть для того, чтобы понять основной смысл текста. Когда мы не все читаем, пробежали глазами, о чем этот текст. Это чтение изучающее, когда нам требуется точное понимание всей информации, очень-очень подробно. Есть чтение просмотровое, когда нам просто надо пробежать глазами, понять, интересен ли текст, можем ли мы найти в нем какую-то информацию полезную. Мы к просмотровому чтению обычно прибегаем в книжном магазине. Нам понравилась книга, мы ее пролистали для того, чтобы понять, вообще стоит ли ее покупать или нет, и тут же буквально за одну-две минуты принимаем решение. И есть чтение поисковое, когда нам нужно найти только конкретную информацию в текст, и мы можем безопасно проигнорировать остальное содержание. Вы знаете, к сожалению, до сих пор бывают учителя, и не только учителя, конечно же, которые про эту классификацию либо не слышали, либо не понимают ее значения. Один пример, который меня просто поразил. Я зашел на один форум, не буду говорить, какой он, но это не наш сам EnglishTitchers.ru, и там речь шла об обучении чтению как раз, и пишет одна учительница. Я вообще против кембриджских тестов, потому что, на мой взгляд, они не позволяют понять, увидеть, понял ребенок то, что он читает, или не понял, как пишет эта учительница. Что это, говорит, за ловлю блох, когда скачешь по тексту, отдельные кусочки читаешь. Вот настоящее понимание, как написала та учительница, это когда прочитал все с первого предложения до последнего, весь текст, да еще и потом пересказать может. Вот это понимание настоящее, а остальное все так ерунда. Вы знаете, вот здесь для того, чтобы ответить квалифицированно на такое сообщение на форуме, надо было прочитать лекцию, приведя как раз такую классификацию. Я в таких случаях не вступаю в дискуссии, потому что я понимаю, что сначала надо обучить человека каким-то фундаментальным моментом. Но я здесь не удержался и написал, уважаемый коллега, а скажите, пожалуйста, вы когда телепрограмму в субботу вечером читаете, вы ее начинаете с утра понедельника и до вечера воскресенья читаете, и потом ее пересказываете, или все-таки нет? Ну, на этот вопрос мне как-то не ответили. Но я надеюсь, что человек хотя бы задумался о том, что, наверное, не всегда в жизни мы читаем одинаково. Кроме классификации, которую вы видите перед собой, существует еще целый ряд классификаций, более или менее популярных. Я приведу вам еще буквально пару примеров. Одна из классификаций, которая часто используется в зарубежной методике, эта классификация следующая. Виды чтения делятся на устное, oral, на silent, когда мы читаем про себя, и даже silent может быть самым разным. Это бывает интенсивное чтение, intensive, когда нам надо понять как можно больше детальное чтение. То есть это чтение с полным пониманием. Бывает чтение linguistic, когда нас только интересует форма. Мы смотрим на то, как что-то сказано. В учебных ситуациях бывает довольно часто такое. Бывает чтение content. Нам не важна форма, но нам надо вычленить информацию, которая содержится в этом тексте. Бывает чтение extensive, когда мы просто читаем книгу или большие какие-то произведения, куски текста. Там оно может быть и scanning, и skimming. То есть мы можем искать какую-то информацию. Это чтение просмотровое, вернее, поисковое может быть. Может быть, чтение изучающее. Но кроме этого бывает еще и чтение global. Глобал – типичный пример. Мы с вами читаем большую статью или книгу. Нравится нам кусочек, который мы сейчас читаем, мы его читаем внимательно. Пошел дальше кусок, который нам кажется скучным, мы его пропускаем мимо глаз и просто не читаем или просто пробегаем глазами. Вот это чтение global. Еще есть другая классификация. Например, light type of reading – легкое чтение, чтение для удовольствия. Word by wordly reading – и такое тоже бывает. Одним из примеров такого чтения является проверка, когда мы с вами проверяем диктанты. Мы очень внимательно, подробно анализируя каждую букву, читаем несколько слов или весь текст. Это очень тяжелый физический и психологический тип чтения. Бывает еще чтение, которое называется reading to study. И здесь вряд ли можно сказать, что когда мы что-то изучаем, мы будем прочитывать текст от и до до конца. Мы можем иногда сосредотачиваться на каких-то отдельных аспектах, а потом мы ведь один и тот же текст для учебы, для экзамена можем читать несколько раз. И когда мы читаем несколько раз, то как раз будет та самая классификация, которая нам с вами знакома. У нас будет и ознакомительное, и изучающее, и просмотровое, и какое угодно. То есть, как мы видим, существуют разные классификации, потому что в жизни ситуации бывают самые разные, которые требуют разных подходов к чтению и разных приемов. Маленький комментарий, я сразу смотрю на то, что вы пишете. Мой четвертый класс просил передать спасибо за историю «Верх ногами». Хорошо, я обещаю, что я напишу авторам, по крайней мере, нескольким из них, и передам большой привет от вашего класса. Авторы очень любят интересоваться тем, насколько детям полезно, приятно и удобно. Так вот, от цели и от, соответственно, вида чтения зависит стратегия чтения, которую мы будем использовать, и, соответственно, выбор приемов для формирования этих стратегий. Но на самом деле, для того, чтобы эффективно понять текст какой-то, недостаточно только стратегии чтения владеть и только им следовать. Факторов гораздо больше. Чем же обусловлено понимание при чтении? Давайте посмотрим на ряд факторов. Понимание при чтении зависит от, во-первых, конечно же, владения стратегиями чтения в соответствии с целью. То есть у нас должен быть правильный алгоритм чтения. Правильный алгоритм чтения важен и для итоговой аттестации, потому что для заданий для ЕГЭ есть совершенно определенные алгоритмы. Мы про них поговорим чуть позже. Алгоритм чтения важен и для нас самих, потому что если мы просто хотим найти какую-то информацию, нам нет смысла, как я уже говорил в примере с телепрограммой, пытаться читать все. Мы находим только то, что нам надо. То есть от этого зависит и скорость, и эффективность восприятия информации. Естественно, для того, чтобы правильно понять, нам нужны достаточно языковые знания. То есть нам надо владеть определенным лексическим запасом и определенными грамматическими моментами. И мы сейчас поговорим, как все это достигается. Но кроме этого, нам нужны достаточные фоновые знания. Причем эти фоновые знания, они включают в себя и культурные. Давайте проведем маленький эксперимент. Я привожу примеры нескольких слов, которые наиболее характерны, и они будут более частотными в употреблении в речи и в текстах для чтения, соответственно, для американского, английского, чем, скажем, для британского. Скажите, пожалуйста, коллеги, кто из вас знает... Я не прошу сейчас переводить это слово или объяснять его значение. Просто скажите, пожалуйста, знаете ли вы или вы не знаете значение слова «потлак». Просто напишите «знаю» или напишите «не знаю» это слово. Вот кто-то пишет «знаю», кто-то пишет «нет». Я по себе знаю, как трудно признаваться учителю, что он чего-то не знает. Ну так вот, многие из вас не знают, есть люди, которые знают. Судя по тому, что хотя на латинице написано из трех букв, это слово «нет». «Потлак» — это вещь, которая довольно часто бывает в США. Это «потлак дына». Многие организации, и школы, и какие-то религиозные группы, и общественные организации, объединения, очень часто устраивают обеды или ужины. Но вместо того, чтобы заказывать что-то в ресторане, поскольку это довольно дорого бывает, а общественные объединения на такие вещи в США деньги не любят тратить, они устраивают «потлак дына». То есть каждый что-нибудь с собой приносит из еды для того, чтобы поделиться с остальными людьми. Просто заранее, например, договариваются. Кто-то говорит «I'll bring a salad», кто-то говорит «I'll bring the main course», кто-то говорит «I'll bring some snacks», кто-то говорит «I'll bring a drink» и так далее. Почему «потлак»? Из двух частей стоит «пот», горшочек, в котором что-то варится, и «лак» — это уже на удачу. Вот если вам повезет, то обед будет хороший. Если не очень повезет, то блюда могут между собой не сочетаться. Но на самом деле это хороший повод вот так собрать обед, потому что можно и попробовать, кто что приготовил, и пообсуждать, и так далее. Следующее слово «prom». Знаете ли вы, что слово «prom» означает? Давайте напишем. Кто-то пишет «да». Да, вот это более известное слово, правда? Это может быть и школьный бал, и выпускной вечер, а иногда еще, особенно в британском варианте, но мы сейчас говорили про американские, это слово означает «promenade concert», концерт на открытом воздухе, променад-концерт. Следующее слово «spam», но не в значении сообщений по электронной почте, а у слова «spam» есть еще одно значение, оно тоже имеет отношение к еде. Знаете ли вы, что означает слово «spam»? Кто знает? Ага. Кто-то знает, кто-то нет. Посмотрите, вот насколько у нас разные культурные знания, правда? «spam» — это консервированная ветчина. Эти консервы появились еще в 30-х годах 20-го века, во всех магазинах были, и до сих пор еще продаются. Это марка определенного продукта. Только и всего. И из-за того, что они были такими вездесущими, и далеко не все их хотели, хотя, ну, ветчина так ветчина консервированная, на электронную почту, на нежелательные сообщения рекламные, это слово и перешло по значению. Так что у него два значения есть — и еда, и электронная почта. Вот для того, чтобы понять иногда текст, нам нужны культурные знания, правда же? Не только фоновые знания. Также умение понимать текст зависит от того, насколько у нас развито умение текст прогнозировать, то есть то, что называется по-английски «anticipation mechanism», или в методике называется «механизм вероятностного прогнозирования». Очень часто мы можем отгадать, какое слово дальше будет. Синтаксически, например, подлежащее или сказуемое. Грамматически. Какой предлог может сочетаться? Будет существительное или глагол, или местоимение, и так далее. Но мы не только синтаксис и грамматику можем прогнозировать, но очень часто мы можем прогнозировать и повороты сюжета, за счет чего вот это умение прогнозировать повороты сюжета появляется. Отчасти за счет того, что мы знаем особенности жанра. Жанр включает не только риторическую организацию и внутреннюю логику, но мы знаем, как будут развиваться события. Известный пример из русской литературы. Евгений Онегин — это роман, хотя и в стихах, правда? То есть не форма, а содержание важнее. Почему роман в стихах? Потому что мы знаем, что у нас есть завязка, Онегин встречает Татьяну. У нас есть кульминация, дуэль с Ленским, и Онегин откажется от Татьяны презрительно. И у нас есть развязка. Онегин встречает спустя несколько лет Татьяну на балу, и теперь уже Татьяна говорит, но я другому отдана, я буду веком уверна. И только тут Онегин понимает, какое он большое счастье, например, упустил. Правда же? Типичная ситуация для романа. А у Гоголя «Мертвые души» — это поэма. Там совсем другой внутренний строй, внутренний логик. Там очень много поэтических отрывков. Там нет такой четкой завязки, кульминации, развязки. Хотя, конечно, в конце первого тома Чичиков покидает город Энн, он бежит. Но это еще далеко не кульминация. И даже не развязка, и даже не кульминация. Правда же? Там должен был быть второй том, от которого мало что, к сожалению, сохранилось. То есть знание законов жанра позволяет нам предугадать. А в стихотворении вообще крайне сложно предугадать развязку. Несмотря на то, что есть определенные жанры. Вообще, вы знаете, с точки зрения лингвистики, жанр принадлежит к тому, что в математике называется классом нечетких множеств. То есть произведения одного и того же жанра могут весьма отличаться друг от друга. Но есть некий набор общих черт. Не обязательно они все должны быть в одном и том же произведении. Но наш мозг оценивает наличие каких-то черт. И вот когда их набирается достаточно для того, чтобы к определенному жанру отнести произведение, он тут же классифицирует произведение как относящееся к определенному жанру. И тогда у нас четко включается механизм прогнозирования, который нам нужен. И облегчает понимание. Кроме того, нам нужны знания о дискурсивных особенностях текста. Что такое дискурсивные особенности? Это, во-первых, контекст, в котором текст создавался. Довольно широкие вещи. Опять возвращаясь к тому же Евгению Онегину. Скажите мне, пожалуйста, вас никогда не удивляло начало произведения? Помните, Евгений, с чего начинается? Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Заставил себя уважать. Но Онегин приезжает к уважаемому дяде, а дяди-то нету. Дядя-то уже умер, пока Онегин ехал. Как вы считаете, вас это никогда не удивляло? На самом деле, в начале 19 века выражение «заставить себя уважать» как раз и означало умереть. То есть Пушкин с самого первого четверостишия рисует характер Евгения. И довольно неприятный характер. То есть, посмотрите, Онегин радуется тому, что дядюшка уже умер, и слава богу, не надо за ним ухаживать, а можно сразу получить все наследство. Правда? То есть, вот такие моменты бывают любопытные. Мы, зная контекст, в котором создавалось произведение, мы улавливаем такие вещи, которые мы иначе потеряли бы. А у Чехова, у Чехова во многих рассказах есть такое выражение. Он ей делает куры. Птица домашняя здесь совершенно ни при чем. Это калька с французского выражения идиоматического «ферлако» – ухаживать. То есть, он ей делает куры, это значит, он за ней ухаживает. Это тоже особенности контекста, которые очень часто необходимы для понимания. Это вовсе не обязательно особенности культуры. Это просто мы знаем, в какой ситуации текст создавался. Точно так же, с какой целью создавался текст, как автор планировал воздействовать на читателя. Не всегда то, что автор запланировал, сработает, но тем не менее, вещь довольно интересная. Говорится, а как же и молча думать про себя, когда же черт возьмет тебя? Так Онегин-то радуется, он говорит, он лучше выдумать не мог. То есть, это гораздо лучше, чем сидеть у больного и ждать, когда же он умрет наконец. А вот дядя молодец, какой умер раньше. То есть, если вы вспомните начало, то как раз там об этом и говорится. Возвращаясь от овтопа к содержанию. То есть, посмотрите, сколько факторов, которые влияют на понимание при чтении. Более того, если мы говорим о стратегиях чтения и механизме вероятностного прогнозирования, существовало и до сих пор существует целый ряд теорий, как мы читаем. Есть технические средства, которые позволяют уследить за глазами. Например, видеосъемка. Человеку дается текст, он читает, а мы снимаем и смотрим, куда он вообще зрение направляется. Так вот, иногда, даже неосознанно, мы с вами возвращаемся к прочитанному уже. Мы еще раз смотрим на предыдущие слова для того, чтобы что-то понять. Иногда мы смотрим на связи в тексте от одного местоимения к существительному. Какое же существительное это местоимение заменяет? То есть, не только механизм вероятностного прогнозирования, но для нас очень важны связи сами в тексте. То есть, посмотрите, что получается. Для того, чтобы научить чтению с пониманием, необходимо детей учить огромному количеству вещей. И умение находить связи между частями текста. И давать определенные культурные и фоновые знания. И учить лексики и грамматики. И обучать, конечно же, стратегиям чтения. То есть, огромная-огромная задача перед нами встает. Как же можно этому научить? Научить можно. И посмотрим на примерах учебника курса Million New Millennium English. В курсе Million New Millennium English мы обучаем чтению с пониманием на основе развития умения у школьников анализировать текст. Как вообще это умение развивается? Прежде всего, давайте посмотрим на те принципы, на основе которых авторы выбирали тексты для чтения, которые они включали в учебники. Самый первый принцип — это аутентичность текстов. Тексты авторы старались брать прежде всего аутентичные. Аутентичность — это тоже совсем не такой простой вопрос в методике. Что такое аутентичный текст? Большинство людей отвечают на этот вопрос, говоря, что аутентичный текст — это текст, который создан кем? Естественно, носителем языка. Для кого? Опять же, для носителя языка. Такой текст будет подлинно аутентичным. Правда же? Но беда в том, что не каждый аутентичный текст удобно использовать в учебнике. Почему? Ну, хотя бы, я думаю, вы все можете себе представить, вы входите в автобус, в троллейбус, так далее, в общественный транспорт, вы идете на рынок или в еще какое-то общественное место, то, что вы слышите вокруг, это вполне аутентичные тексты. Но не все можно с учебными целями использовать, правда? Более того, и раз такие аутентичные тексты услышишь, которые в окружении коллег я бы не стал даже цитировать, постеснялся бы. То есть аутентичность еще не гарантия того, сама по себе, что текст пригоден для использования в обучающих целях. Есть второй тип аутентичности. Это тексты, которые создаются носителями языка для неносителей. Мы с вами оказываемся в таких ситуациях, когда мы эти тексты порождаем тоже. Когда это бывает? Это бывает, например, когда мы идем и общаемся с кем-то, для кого русский язык явно не родной. Правда же? Мы не пытаемся менять как-то грамматику, мы не пытаемся другие слова сочетать одни с другим. У нас по-прежнему грамматика остается естественной, лексическая сочетаемость естественной, просто у нас снижается темп речи, мы говорим чуть помедленней, мы стараемся говорить отчетливее. Некоторые вообще кричать начинают не только мы, но и англичане также делают. И когда им говоришь «Thank you, I understand, there's no need to shout», они испытывают облегчение. Это подсознательный механизм. Если мы говорим громче, то вроде бы понятней будет. И плюс мы делаем синтаксис чуть-чуть попроще. Мы, например, своим друзьям сказали бы теми же словами, но предложение могло быть более сложным, правда? А здесь мы следим, более четко контролируем за собой, следим за собой, более четко контролируем свой поток речи, для того, чтобы его сделать более структурированным грамматически. То есть вот эта вот вещь получается. Это тоже аутентичный текст, но он чуть попроще, он создан с учебными целями. А еще бывают тексты, которые созданы не носителем языка, но тем не менее они носительными воспринимаются как полностью текст аутентичный. Взять того же Владимира Набокова. Он для англичан великий англоязычный писатель. Огромное количество своих произведений Набоков сначала писал по-английски, а потом сам их переводил на русский язык, взять ту же самую пресловутую Лолиту, например. То есть эти произведения аутентичные для англичан, они изначально писались по-английски, они обладают большой художественной ценностью. Такие тексты являются функционально аутентичными. То есть аутентичность текстов вещь непростая. Авторы выбирают тексты аутентичные, но даже, особенно в начальной школе, если текст написан российскими авторами, он обязательно отправляется на корректуру британским корректорам. Британцам, профессиональным редакторам, которые могут его поправить, исправить, изменить каким-то образом, для того, чтобы этот текст звучал аутентично и был функционально аутентичным. Мы сейчас перейдем к другому принципу, но я хотел бы ответить на вопрос, который задали. Какое место на уроке должен занимать перевод? Знаете, вряд ли кто-то скажет насчет должен. Сейчас существует такое понимание. Перевод сейчас в методике воспринимается как отдельный вид речевой деятельности. Все больше и больше методистов об этом говорят. Ведь в самом деле у нас довольно много людей, которые неплохо владеют несколькими языками, часто билингвами бывают, а вот переводчиков хороших мало. Один из примеров того, как это бывает, посмотрите, у нас за последние несколько дней на сайте englishteachers.ru в рубрике «Спроси учителя» консультации по английскому языку. Как раз очень много вопросов именно связанных с переводами возникали, и были у нас примеры того, как обсуждали какие-то детали перевода, и предлагались варианты далеко не самые лучшие. Причем они предлагались упорно, они продвигались, а вот я говорю вот так. Ну, говорить-то можно вот так, но это некачественный вариант, перевод неэффективный. В курсе New Line of English перевод используется именно как вид речевой деятельности. Его используют. Вы знаете, вопрос возникает вот какой. А для чего перевод на уроке использовать? Кто-то использует для того, чтобы проверить понимание. Но ведь понимание можно проверить и проще, правда? Например, если я хочу понять, понимает ли ребенок на уровне слова, например, разницу между pen и pencil, не обязательно, например, говорить pen и спрашивать у детей, а что я сейчас только что сказал. Можно сказать проще, show me your pen, please. Если ребенок поднял ручку, он это слово знает. Если он поднял карандаш, значит, он это слово не знает. И все. На более высоком уровне перевод, опять же, далеко не лучшее средство для контроля понимания, хотя бы потому, что он отнимает драгоценные минуты, во время которых мы могли бы поговорить по-английски. Перевод удобен в том случае, когда мы сопоставляем какие-то культурно обусловленные выражения. Как раз покажу пример из учебника, когда мы учимся читать знаки и вывески. Например, знак sale можно однозначно перевести как распродажа. А знак объявления в магазине beware of pickpockets на русский однозначно совсем не перевести, придется прибегать к описательному переводу, правда? То есть перевод имеет смысл на уроке использовать прежде всего, когда мы показываем детям, сопоставляем явления в родном и в изучаемом языках, когда мы показываем, что нет однозначного соответствия, и мы говорим об эквивалентности. Тогда, наверное, да. Использовать перевод для того, чтобы понять понимание, прочитай и переведи, это далеко не самый эффективный прием, конечно же. Можно делать совсем по-другому, если только вы не готовите переводчика. Пойдемте дальше. Аутентичность текстов – это один из критериев отбора. Второй критерий отбора – это жанровое разнообразие. Я вам покажу потом, какие жанры и типы текстов используются в учебниках New Median English. На самом деле, жанровое разнообразие, его потребность обусловлена вот чем. У каждого жанра свои закона. Если мы научились понимать один жанр, это вовсе не значит, что мы автоматически, хорошо и качественно поймем второй жанр. Совсем нет. Поскольку у жанра законы свои, их надо знать для того, чтобы понять их, и в то же время надо иметь опыт в чтении таких текстов. А потом ведь жанры подразумевают и стили тоже, и лексика, например, поэтическое стихотворение, а это жанр, и в научно-популярной прозе совсем другая лексика будет и так далее. Соответствие концептуального уровня и уровня языковой сложности возрасту учащихся. Опять же, очень важный критерий. Почему? Но если со сложностью понятно, ребенок должен быть в состоянии понять текст, и он не должен быть текстом чрезмерно сложным, иначе всю охоту к чтению можем отбить, то концептуальный уровень – это вещь, о которой мы время от времени забываем. Что здесь имеется в виду? Это имеется в виду, что для каждого определенного возраста есть свои ведущие ценности, то, что ребенок поймет, то, что не поймет. Мы не будем даже пересказанную очень простым языком в четвертом классе детям давать читать Ромео и Джульетту, просто потому, что детям эти проблемы не близки. Точно так же, как, скажем, сказку про курочку рябу на английском языке или какую-то английскую народную сказку, вы вряд ли будете давать взрослому учащимся, хотя она написана очень простым языком, просто потому, что взрослому будет неинтересно, это совсем не его уровень восприятия. Правда же? Лучше мы дадим простой текст, но какой-нибудь другой. То есть вот эти вещи тоже важны. Следующий принцип отбора текста – ситуация чтения должна быть реальной для учащегося. То есть ребенок должен понимать, что да, вот он действительно читает такие тексты на родном языке, то есть текст должен быть релевантен. Ребенку должно быть интересно, близко и удобно это все. Следующее. В текстах должна быть идея или проблема, которая стимулирует дальнейшее обсуждение. То есть должен быть повод для того, чтобы поговорить не просто прочитали, а с выходом на какое-то обсуждение, на разные мнения. У текстов должна быть этическая и эстетическая ценность. Эстетическая – говорит о том, что текст написан качественным, хорошим, красивым языком. Этическая – у текста есть воспитательный потенциал. Он говорит о тех вещах, которые важны. Язык в курсе «Мели Немеля Немегаш» используется в современной. Специально выбирали тексты из современных источников. Классику знать надо. У нас есть классические произведения на небольшое количество, но в основном это произведения современные, 20-й век и начало 21-го. Тексты должны быть интересны для учащихся, и здесь мы говорим о концептуальном уровне и о реальности ситуации. И должна быть определенная развивающая ценность с точки зрения обучения языку и культуре. То есть у нас получается, в текстах должна быть новая для ребенка информация, интересная и полезная. Иногда бывают такие ситуации. Нам с вами попался сложный текст, но мы его хотели бы использовать, потому что он интересен, полезен и так далее. Как его можно использовать? Один из приемов называется «simplification». То есть мы можем упростить текст с точки зрения языка. Сложная лексика – мы ее заменили на синонимы. Сложная грамматика – упростили предложение. Вместо сложно подчиненного сделали два простых предложения. Это все можно делать, но, к сожалению, высока вероятность того, что в таком случае текст потеряет часть или полностью потеряет аутентичность. Останется сочетаемость лексическая и грамматическая, а вот ощущение аутентичности пропадет. Как поступали авторы в курсе New Millennium English, если им хотелось использовать какой-то непростой с точки зрения языка текст? Они использовали приемы, систему методов грамматических, которые называются «esification». «Eesification» – это облегчение понимания с помощью методического аппарата. Лексическая сложность мы снимаем с помощью глоссария. Если у нас есть трудные слова, которые нам не нужно активно заучивать, мы просто в глоссарии их приводим вместе с переводом. То есть, посмотрите, вот что это слово означает. Ребенок читает текст, смотрит на незнакомые слова. Если он их при этом запомнит, это хорошо, но мы этого не требуем. Не запомнил – это тоже, в принципе, не нужно. Достаточно просто прочитать и понять. Мы даем предтекстовые задания. Причем эти предтекстовые задания направлены на сразу решение двух задач. Первая задача – активизировать фоновые знания. За счет чего это делается? За счет того, что мы показываем, задаем детям вопросы, показываем им связь с тем, что эта проблема для них близка. Например, мы обсуждаем какие-то сходные проблемы. Мы обращаемся к личному опыту учеников. Например, если мы говорим о том, что иногда дети сталкиваются с тем, что называется «bullying» в школе, когда задиры бывают какие-то, мы с ними сталкиваемся, то мы как раз задаем вопросы. А видели ли вы такие вещи? А приятно или неприятно было быть свидетелем? И так далее. И затем мы уже обсуждаем эту проблему для того, чтобы сделать выводы, в том числе и как противостоять «bullying». Точно так же предтекстовые задания могут быть направлены, и очень часто бывают направлены, еще и на активизацию механизма вероятностного прогнозирования, для того, чтобы догадаться, о чем пойдет речь в тексте. Как мы это делаем? Задания очень простые. И посмотрите на иллюстрации, подумайте и скажите, что вы можете прочитать в тексте, о чем может идти речь. Посмотрите на заголовок, как вы думаете, о чем будет идти речь в этом тексте. Посмотрите на слова на доске, все эти слова встретятся в тексте. Скажите, о чем может быть текст. Здесь мы не требуем от детей 100% угадывания, это и невозможно. Мы просто пытаемся активизировать механизм вероятностного прогнозирования. То есть вот это все облегчает понимание, опять же. Во время чтения while reading мы используем задание на анализ деталей языковых особенностей текста. То есть, например, у нас вопросы, что означает это местоимение, к чему оно относится, как вы думаете, что автор хотел сказать вот в этом подчеркнутом предложении или этим выражением. То есть здесь и анализ и значения, и связи внутритекстовых языковых. И плюс после текста мы выполняем задание, которое направлено на глубокое понимание и интерпретацию текста. Мы с вами сейчас посмотрим на примеры. Вот, например, мы обучаем детей чтению с пониманием на уровне отдельных понятий. Первое задание. Это учебник в мире для четвертого класса. Первое задание. Read and give definitions. Например, a teacher. A teacher is a person who teaches, who gives lessons. То есть ребенок на уровне своих возможностей лингвистических дает определения. Следующее задание. Read and give the meaning of the words. Мы читаем определения и пересказываем своими словами значения. Дальше. Listen and say. Отрабатываем новую лексику. А здесь уже слова про характер. Cheerful, helpful и так далее. И затем. Listen and complete the sentences. Мы подставляем слова, новую лексику по значению, который подходит в определение. И, наконец, listen and do the survey. И мы опрашиваем класс, кто каким является и так далее. То есть, посмотрите, как чтение помогает нам. Мы научились понимать определения, мы лучше поняли, что означают эти слова, а затем мы их тут же начинаем используя в других видах речевой деятельности. На уровне сверхфразового единства мы обучаем пониманию таким образом. Вот пример из учебника Милле для четвертого класса. Задание следующее. Listen, read and say. Сначала техника чтения дети читают и произносят вслух. Затем. Listen and follow the directions. На уровне небольших сверхфразовых единств. Буквально пара предложений. Учимся понимать, это уже третий урок, как куда можно дойти. Затем. Read and find the theme park. Читаем инструкции, смотрим на картинку и находим, где находится этот парк. И, наконец, затем идет отработка опять в продуктивных видах речевой деятельности. Обучение чтению с пониманием релевантности, образовательной ценности текстов. Дети узнают какие-то новые вещи для себя. Например, вот из этого урока они узнают, что, оказывается, в Англии проводится праздник русской весны, русской зимы. Russian Winter Festival. В этом году он называется Russian Muslims Festival. И тут же мы сопоставляем. Мы говорим о том, что не только русская зима интересна, но мы говорим про мусульманский праздник Эйт Алфитр, который здесь находится, текст про него в рубрике Have you heard? Мы рассказываем о том, что существует такой праздник, и мы вполне можем эти праздники сопоставить, показать, посмотреть, какие еще интересные традиции существуют. Точно так же в курсе New Millennium English мы обучаем не только видам чтения, но и стратегиям чтения. В этом уроке детям предъявляются рецензии на книге, предъявляются обложки, и мы учим детей понимать, где, какую информацию мы можем встретить. То есть это чтение ознакомительное, да? Посмотрите, например, урок называется Choose a Book. И мы даем задание, прочитайте и скажите, в какой книге вы, наверное, сможете с высокой вероятностью найти информацию об этом. То есть мы пробегаем глазами, все еще пока детали не читаем, но уже соотносим. И обложки книг с содержанием с возможным, и по ключевым словам учимся находить информацию. Нам потом на Ге и на ЕГе это умение очень-очень пригодится. Я сейчас покажу, как. Как мы говорили, и с переводом, кстати, тоже здесь, как я обещал, показываю, обучение пониманию знака символной информации. Этого требует новый стандарт. Посмотрите, мы сопоставляем знаки, объявления на английском языке, например, No Exit, и нам даются два варианта на русском языке. Как бы мы сказали бы, нет выхода или выход запрещен. И какие-то еще моменты. То есть учим такие вещи сопоставлять и соотносить со знаками на инструкциях. А вот как мы обучаем анализу текста. Учебник New London English для восьмого класса. И мы видим текст художественного произведения отрывок. И мы видим вопросы рядом с ним. Поскольку довольно мелко на экране, я скажу, какого характера вопроса. Посмотрите, в левой колонке у нас есть местоимения, и даются задания понять, к чему это местоимение относится, что оно означает. Например, слово this означает вот это, или вот это. Даются разные варианты. А в правой колонке есть еще и вопросы. Как вы думаете, что автор хотел сказать вот этими вещами, что автор хотел сказать вот чем. Опять прочитаю комментарий. Из моего шестилетнего опыта обучения по Милле, я делаю вывод, что чтению с пониманием удается обучить. Труднее с чтением слух. А это тоже требование нормативных документов. Вы знаете, на самом деле поразительная ситуация, когда учебник настолько помогает обучать читать с пониманием, что это легче, чем обучить технике чтения. Я вам по секрету скажу. За свой опыт семилетней преподавания на ИНЯЗе в университете, у меня обязательно были студенты первый курс каждый год, по какому бы учебнику ученик не учился, все равно приходится первый курс начинать с водно-коррективного курса и с повторения правил чтения. Потому что у нас всегда есть дети, даже которые готовились поступать на ИНЯЗ, которые вслух правильно читать не могут. Я и про себя признаюсь, я некоторые правила чтения выучил именно во время этого водно-коррективного курса. То есть все равно, к сожалению, наша действительность такова, что часов мало, а исключений много. Поэтому сколько мы чтением не занимаемся, нам все равно времени не очень хватает. Так что это проблема общая. Но слава богу, что удается научить читать. Итак, вот обучение анализу текста. Вопросы, которые даются на полях во время чтения, которые позволяют сфокусировать внимание на нужных моментах. И дальше мы видим, опять же, текст дается, и такие же вопросы. А глоссарий дается, который помогает облегчить понимание. Чуть старше дети стали пример из девятого класса. Мы говорим про чтение, но уже посмотрите, на каком уровне. Нам дается не один текст, а нам дается начало текста с вопросами для анализа, а затем несколько вариантов концовок. И мы выбираем ту концовку, которая подходит. За счет чего? За счет того, что в каждом варианте концовки выделяется определенная фраза, которая является ключевой для понимания. И мы уже соотносим не просто связи лексико-грамматически, например, тут it, а там определенный предмет обозначается в этом тексте. А мы уже учимся интерпретировать текст и соотносить значения на гораздо более глубоком уровне. То есть это те самые вопросы, которые на ЕГЭ потребуется прочитать и объяснить ситуацию. Точно так же для того, чтобы и повысить мотивацию, и обучить анализу текста, у нас в учебниках New Millennium English дается рубрика Extensive Reading. Она нужна как раз для того, чтобы мы ее использовали в качестве задания для домашнего чтения. Либо мы можем почитать в классе. У нас уроки есть специальные для Extensive Reading, которые мы можем выделить. И вот здесь мы даем детям знакомиться с разными жанрами и учить их понимать. Например, в девятом классе перед нами стихотворение, которое мы читаем и отвечаем на вопросы, которые направлены на понимание. И вот пример стихотворения чуть покороче, если вы позволите, я вам прочитаю. Это стихотворение Рейдерда Киплинга из сборника его произведений, который называется The Lie That Failed. И давайте вспомним все-таки, что Киплинг — это один из великих британских поэтов, а не только автор книги «Джунглей» и произведений прозаических. Давайте мы посмотрим на это стихотворение. Я вам прочитаю его вслух опять же. У нас есть глоссарий, который помогает детям понять, о чем речь идет. Итак, читаю. «Росы red and roses white, plucked I for my love's delight. She would numb of my great poses, bade me gather her blue roses. Half the world I wandered through, seeking where such flowers grew. Half the world span my...» Прошу прощения, очень четко видно. «Half the world upon my quest, answered but with love and jest. It may be beyond the grave, she will find what she will have. Or it was an idle quest. Roses red and white are best. И мы задаем вопросы. Например, «She would none of my great poses». Сдается вопрос «What does the line mean?» То есть дети должны понять, что «would not» — это «she did not want any of my...» и «great poses» — это именно поступки, то есть и грамматика, и значение. Следующий вопрос. «What do blue roses mean?» И мы обсуждаем с учениками, действительно ли речь идет о цветах определенного цвета, либо же Киплинг говорит более широком значении о поступках. Нравились поступки девушке или не нравились. И, наконец, «How are the lines rhymed?» Мы обращаем внимание на форму, как рифмы строятся. Стихотворение маленькое, поучительное и в то же время интересное. Вот именно так мы его и учим понимать. Теперь давайте поговорим о подготовке к итоговой аттестации. Как мы готовим к итоговой аттестации? Что нам необходимо? Для того, чтобы выполнить задание в итоговой аттестации, для того, чтобы подготовить, прежде всего, нам необходимо развивать коммуникативную компетенцию у учащихся. Чем более развита коммуникативная компетенция, тем лучше будет результат на ГИА и на ЕГЭ, поскольку это экзамены, которые как раз и направлены по самому типу заданий на выявление уровня сформированности коммуникативной компетенции у учащихся. Нам необходимо, чтобы ученики овладели стратегиями чтения. Я уже отчасти показал, как этими стратегиями мы обучаем в курсе New London English и Mille, и еще покажу вам примеры. И мы знакомим детей с форматом заданий. Какие же задания по чтению есть в ГИА и ЕГЭ? ГИА 2013. Выписка из спецификации. Нам необходимо умение читать текст с пониманием основного содержания и умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. В ЕГЭ 2013 понимание основного содержания, понимание структурно-смысловых связей в тексте, а это как раз и есть, что обозначает местоимение, к чему относится данное слово, как связаны отрывки текста между собой, части текста, и полное и точное понимание информации в тексте. Задание сформулировано следующим образом. Задание из ГИА. Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и заголовками. Один заголовок лишний. Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений соответствуют содержанию текста true, какие не соответствуют false, и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. Not stated. Задание из ЕГЭ. Установите соответствие между заголовками и текстами. Один заголовок лишний, то есть то же самое, что в ГИА. Прочитайте тексты, заполните пропусками, частями предложений, обозначенными цифрами. Одна из частей лишняя. Вот здесь как раз задание на связи между частями текста. И, наконец, прочитайте тексты, выполните задание, выберите цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Здесь на понимание на глубокое. Какие жанры текстов используются в ГИА и в ЕГЭ? В ГИА это тексты прагматические, то есть практического характера. Это тексты научно-популярные, тексты публицистические и художественные, объемом в 220-600 слов в зависимости от задания. В ЕГЭ у нас добавляются определенные виды текстов. Это тексты публицистические, художественные, научно-популярные и прагматические тексты. В учебниках курса Million New Line in English у нас ведется и развитие коммуникативной компетенции, как я говорил, формирование ее, учение стратегиям чтения и анализу текста. Мы включаем тексты соответствующих жанров и знакомимся с форматом заданий итоговой аттестации, где, когда и как, что нам помогает. В учебниках New Line in English для 10-11 классов с 2013 года появляется новая рубрика. Это в приложении прямо в конце учебника. Она называется Get Ready for the State Exam. То есть не произошло переверстки учебника, нумерация страниц не изменилась, просто были добавлены вот эти вот разделы. Эта рубрика предназначена для детального знакомства учащихся с форматом заданий ЕГЭ, для дополнительной тренировки, а также для знакомства со стратегиями. Пример из учебника New Millennium English для 11-го класса. Поскольку довольно мелко, я распечатал эти страницы, они передо мной. Давайте я вам прочитаю, что здесь происходит. Задание номер один. Put the following statements about matching titles into two categories, do's and don'ts. То есть мы сначала даем детям стратегию, как вообще поступать с этим заданием. Что надо делать, что не надо делать. Затем do the exam task. И задание как раз дается в формате ЕГЭ. Установить соответствие между заголовками и текстами, заполните свои ответы в таблицу, занесите, используйте каждую цифру только один раз, в задании один заголовок лишний. То есть упражнение номер один – работа со стратегией, упражнение номер два – это работа с форматом и с текстом, который по объему и по сложности как раз соответствует уровню. То же самое, юнит два – даются такие же вещи. И это задание из упражнений New England English для десятого класса. И тоже даются объяснения. Упражнение номер один. Read the tips and answer your teacher's questions. Number one. Read all the texts. Number two. In each text find the sentence that expresses the main idea. Number three. Find the heading that corresponds to the main idea of each text. И затем даются заголовки. Следующее задание, опять же, choose the correct heading for each text. Даются заголовки, и мы с этим работаем. То есть и стратегия, и формат заданий добавлены. Это все дается. Сами по себе жанры текстов в курсе Mili New Millennium English тоже нам помогают. Как мы обучаем в учебнике Mili чтение услуг? На основе чего? У нас включаются тексты повествовательного идеологического характера. В основном это стихи, песни и речевки. Поскольку мы здесь обучаем чтение услуг, то эти все тексты записаны на аудиодиск. То есть дети слушают и могут повторять за диктором. И контролируют себя, правильно произнесли или неправильно. Длина текстов, предназначенных для чтения услуг, увеличивается постепенно от раздела к разделу, от учебника к учебнику. То есть если в первых разделах учебника для второго класса тексты включают около 15 слов, этот текст, еще раз повторю, на технику чтения, на чтение услуг, и здесь мы читаем целым словом, то в конце учебника для третьего класса 50 слов, а в учебнике для четвертого класса около 100 слов. И здесь мы уже читаем и методом звукобуквенных соответствий тоже. Для чтения с извлечением информации в мире даются тексты повествовательного идеологического характера, диалоги и отдаются и в комиксах, и в диалогах написанных. Длина в первых разделах учебника для второго класса около 25 слов, а в последних разделах учебника для третьего класса 120 слов, и в учебнике для четвертого класса 180 слов. Жанры и типы текстов. Я не буду все для вас подробно читать, я просто эти жанры и типы текстов выписал из того, что встречается в учебниках New Millennium English. Посмотрите, есть и личное письмо, и инструкции, и газетная статья, то есть публицистический жанр, и описание события, опыта, образа жизни, и прогноз погоды, и театральная афиша, и энциклопедическая статья, и сказка художественной тексты, и комиксы, и сценарии. Шестой класс. У нас есть и личное письмо, и телепрограммы, и спортивный комментарий, и письмо в журнал, то есть уже письмо общественное, и рецензия на книгу, и медицинский совет, и короткие смешные истории и так далее. Все это добавляется. Как видим, в седьмом классе еще больше жанров, в восьмом классе разнообразие жанровое увеличивается, в девятом, и, наконец, в десятом-одиннадцатом, посмотрите, мы учимся читать и рекламные тексты, и брошюры, и путеводители, и программу телепередач, и официальное письмо, и личное, еще раз, и резюме, и плакат, и диаграмму, а это очень часто требуется на Олимпиаде Всероссийской, и эссе, и газетные журнальные статьи, и публичную речь, и статьи из энциклопедии справочной литературы, и доклады, и рассказы, и отрывки из романа, и стихотворения, и пьесы, и прочие вещи. А также для обучения чтению мы используем ИКТ-компонент, это обучающие компьютерные программы. Мы сейчас посмотрим на несколько примеров. Обучающие компьютерные программы к учебникам Милли Нью Милленом Энглэш содержат упражнения для обучения чтению и на уровне звуков и букв, и на уровне целого слова, и словосочетаний, и предложений, и сверхфразового единства, и текста, что дает возможность дополнительной тренировки учащихся. Давайте мы посмотрим на несколько примеров таких упражнений. Сейчас перед вами постепенно, в течение нескольких секунд, появится изображение упражнения. Скажите мне, пожалуйста, появилось перед вами изображение, или еще не появилось пока? Как только вы скажете, что появилось, я включу его, чтобы оно появилось. Комментарий очень хороший УМК, насыщенный именно для подготовки Г, согласен, так и есть. Да, появилось. Ну что ж, давайте посмотрим. Это упражнение из учебника Миллэстата для первого класса, первый год обучения, первый уровень. Перед нами летит самолетик, и нам надо подцеплять те слова, в которых I читается по первому типу слога. Мы, естественно, слово целым видим. Мы, естественно, видим слово целое целиком, успеваем его воспринять как единое целое. И как можно больше этих слов надо наловить. Но в то же время обращаем внимание на буквы и на то, открытый слог или нет. Но мы работаем по целому образу этого слова. Давайте мы посмотрим на следующий пример. Это пример из учебника Миллэстата для второго класса из обучающей компьютерной программы. Перед вами сейчас опять должно появиться изображение. Появилось изображение? Скажите мне, пожалуйста. Если появилось. Продолжаем тогда. Итак, здесь мы тоже учим читать. Но если мы с вами вспомним результаты исследования, о которых я говорил, то мы вспомним, что мы не только отдельные буквы читаем из слова целиком, но также и буквы сочетаний, тем более такие, которые наиболее популярны и часто встречаются в языке. Мы их узнаем при чтении. Вот у кого-то еще не видно, но надеюсь, что сейчас появится. Для тех, кто не видит, коллеги, я буду описывать то, что происходит на экране. А сам вебинар вы потом сможете посмотреть. Мы запись выложим онлайн. Итак, перед нами есть пазл. Мы сначала смотрим, какие кусочки слов, а там слова и словосочетания пополам поделены в этом пазле. Мы сначала смотрим, что там есть, что написано. Ага, появились теперь. И затем начинаем выбирать слова, чтобы составить. Если выбрали правильно, у нас картинка начинает открываться. Чем больше кусочков слов мы правильно выбрали, тем больше кусочков картины открывается. То есть мы здесь как раз учим детей читать, обращать внимание на буквосочетания отдельные и составлять слова целиком. То есть постепенный переход от отдельной буквы к целому слову и от целого слова к анализу на уровне буквосочетаний и отдельных букв. То есть упражнение двоякое, оно как бы мостик между двумя подходами перекидывает. И посмотрите, все у нас предметы школьного обихода, то, что в классе можем мы увидеть, знакомые слова, сделали, перед нами картинка полностью открылась. Слова есть и длинные, и короткие. Это то, с чем мы были знакомы. Посмотрим пример из учебника Милли для третьего класса, из обучающей программы к этому учебнику. Перед вами сейчас опять должно появиться изображение. А пока ответим на вопрос, как можно будет еще раз посмотреть вебинар. Я в восторге. Ну, коллеги, за восторг большое спасибо. Вебинар можно будет посмотреть у нас на форуме в теме издательства «Титул» «Вопросы и ответы». Там же, где вы видите объявление о вебинарах, есть тема видеозаписи вебинаров. Я завтра дам ссылку на видеозапись вебинара, потому что он сейчас у нас записывается. И вы его сможете еще раз просмотреть. Очень рад, что положено для вас. Итак, я надеюсь, перед вами появилось изображение упражнений, из обучающей компьютерной программы. Вот здесь, посмотрите, как мы работаем. Мы читаем весь текст, где идет рассказ о том, что собирается, какие подарки купить на вечеринку для дня рождения марка. Из этого текста мы извлекаем только отдельные слова. То есть это опять же то, что по-английски называется «Reading for specific information». Один из видов чтения мы тренируем. Мы выбираем те слова, которые в этом тексте есть, и их помещаем в «Shopping List». То есть мы учимся работать со стратегией как раз понимания. появилось, поэтому смотрим. Текст видим, и вот эти вот слова выбираем. Те слова, которые мы правильно выбрали, они у нас в тексте появились, и мы делаем упражнение. Сейчас перед вами уже следующее упражнение, когда мы учимся сопоставлять здесь уже больше на грамматику. Давайте посмотрим еще на одно упражнение, тоже из обучающей компьютерной программы, к учебнику «Милле» для третьего класса. Здесь мы точно так же учимся понимать детали. Перед нами на экране появляется изображение комнаты, а под изображением – описание. Нам всем знакомо упражнение, когда нам надо прочитать описание и найти картинку из нескольких выбрать, которая этому описанию соответствует. Здесь мы идем обратным путем. Это особенно важно для кинестетиков. Мы приводим комнату на экране в соответствии к картинке. Вот это упражнение прекрасно может сработать в качестве еще и разминки, физкульт-минутки на интерактивной доске. Правда же? Причем мало того, что оно сработает, мы видим описание, например, «I can't find my jacket». «Oh, look, it's in the combat». И нам нужно взять «jacket» и поместить в «combat». Но каждый раз, как только мы запускаем это упражнение снова и снова, у нас меняются слова. Вместо «jacket» будет какой-то другой предмет, например, «dress» или «train us» и так далее. Вместо «combat» опять же будет другое предмет, другое место в комнате. Посмотрите, как делается это упражнение. Читаем, находим «jacket», помещаем туда, где вот у этого неряхи из этого упражнения все находится. И мы как раз показываем, где что потом найти. Запустим еще раз, как я говорил, у нас будет другой порядок, другие сочетания. Поэтому это упражнение можно делать несколько раз, и разные дети будут выходить к доске или даже в группах соревноваться. То есть мы его делаем именно приводя комнату в соответствии с прочитанным описанием. Хорошее упражнение и для кинестетиков, и на понимание. Посмотрим еще один пример из упражнения к учебнику Милле из обучающей компьютерной программы для четвертого класса. Здесь мы учимся работать с предложениями True-False. В обучающих компьютерных программах к Numenium English добавляются еще не только True-False, но еще и Not-Gaven. То есть мы идем к тому формату, который у нас есть в Geo и EG. Но пока это только четвертый класс, мы пока детей не перегружаем. Перед вами сейчас появляется изображение, я надеюсь. Вы видите, что у нас есть картинка, и есть предложения, которые описывают эту картинку. Мы должны прочитать эти предложения и сказать, правильные ли они относительно картинки или неправильные. Как только мы сделаем свой выбор, True-False, выбор True или False. У нас становится активной кнопочка Check. Если мы все сделали правильно, перед нами появляется небольшой бонус. Мы сейчас увидим, как это происходит. То есть здесь обратная картина. Если мы приводили раньше комнату в тот вид картинку, который соответствует описанию, то сейчас мы сверяем соответствующие описания картинки или нет, как я уже говорил. И формат задания, именно тот самый True-False, учимся с этим работать. Выбрали, нажимаем на кнопочку Check. Как она сейчас стала активной. И смотрим, поскольку выбрали правильно, перед нами появляется маленький мультик, который позволяет с этим поработать. То есть, как мы видим, и КТ-компонент, обучающая компьютерная программа, тоже вполне способствует обучению чтению на самых разных уровнях. Если вы посмотрите на программы, обучающие компьютерные, к учебникам New Millennium English, то вы еще больше увидите. Я мог бы и больше рассказать и показать, но у нас с вами будет отдельный вебинар 21 ноября. Вебинар будет проводить Людмила Геннадьевна Карпова, один из авторов курса Millie New Millennium English и автор сценария к обучающим компьютерным программам, в том числе и к New Millennium English. И она как раз будет рассказывать о том, как ИКТ-компонент можно использовать для того, чтобы развивать все виды речевой деятельности. И там будет очень много демонстраций. Я посмотрел презентацию, поверьте, она очень интересная, стоит приходить. Так что будет возможность, подключайтесь и к следующему вебинару. Вы также можете использовать дополнительные пособия для обучения чтению. Например, серию книг Read Up. Это хрестоматия, которая содержит тексты разных жанров. Там есть задания и на чтение для получения удовольствия, а также есть задания, которые направлены на подготовку к итоговой аттестации. В этой книге тексты специально писались, то есть это не старая всем известная легенда про Крайля Артура или одни и те же сказки, которые кочуют из книги в книгу. Это тексты, которые специально создавались для хрестоматии в начальных классах. А в старших классах к авторским текстам добавились тексты из молодежных журналов, газет, то есть полностью аутентичные. А для начальных школ тексты тоже, естественно, редактирование проходили у британских редакторов. Тем не менее, в старших классах добавились тексты еще и реальные, которые тоже прошли и методическую, в том числе и обработку в виде заданий, которые позволяют детей ориентировать на формат ЕГЭ. Точно так же есть глоссарий, который облегчает чтение. Точно так же есть логические схемы, которые позволяют не только выстроить, например, brainstorm map, но и логически организовать информацию для того, чтобы потом можно было эссе написать. Вы сейчас видите перед собой пример страниц из 10 класса. Для 3-го, для 11-го класса тоже книги вышли. Их тоже можно приобрести и использовать. Вопрос. Книги read-up можно использовать ведь для других УМК? Конечно. Вне зависимости от того, по какому УМК вы работаете, неважно в классе или на репетиторстве и так далее, вы всегда можете использовать эту хрестоматию. Они, естественно, хрестоматия не завязана на определенный учебник, она пригодится для всех, для любого УМК, для любой ситуации. В общем, книги довольно интересные. Если вы хотите посмотреть, сколько эти книги стоят, вы можете узнать в магазинах в ваших городах, но точно так же вы можете зайти на главную страницу сайта EnglishTeachers.ru и там есть переход в онлайн-магазин. Посмотрите, во сколько эти книги обойдутся в магазинах. Они совсем недорогие и сейчас действует льготный период доставки, то есть пересылку на себя возьмет отправитель груза. Так что сможете найти. В отличие от магазинов книжных, в онлайн-магазине всегда все есть и он никогда не закрывается ни в какое время суток. 24 часа в сутки все это можно посмотреть. Вот кто-то уже купил такие вещи. Стоимость какая? Спрашивает Марина Сергеевна Симахина. Марина Сергеевна, порядка 100 рублей, просто немножко отличаются книги для детских, там больше полиографических моментов, старшие книги, там меньше цвета и меньше работы художников. Вы можете зайти в магазин, интернет-магазин на сайте EnglishTeachers.ru, кликнуть на дополнительную литературу или на все издания и посмотреть вот эти вот вещи. Еще один комментарий. Занимаюсь по редап на индивидуальных занятиях. Замечательно получается с девочкой-третьеклассницей по книжке для второго класса. Да, как раз, кстати, книга для второго класса очень хорошо помогает и правила чтения отработать, потому что там много текстов именно в таком формате. Причем и тексты как на технику чтения направленные, так и на, вернее, как методом звукобуквенных соответствий, так и методом чтения целым словом даются. То есть есть с чем поработать. А также для подготовки к итогу аттестации вам могут оказаться полезными следующие пособия. Практикум по английскому языку ГЕА-2013. Авторы пособия Наталья Николаевна Трубанева и Елена Евгеньевна Бабушес. И, кстати, обратите внимание, у нас с вами опять же будет вебинар 28 числа, также в 15.00 по московскому времени. Вот также вебинар Людмилы Геннадьевны Карповой и Натальи Николаевны Трубаневой будут в 15 часов по московскому времени. Это онлайн-консультация. Вы можете задать вопросы Наталье Николаевне Трубаневой о ГЕА. Вопросы вы можете задать заранее на сайте englishteachers.ru в теме вебинара. И я эти вопросы передам Наталье Николаевне. А также сможете задавать вопросы во время вебинара. Наталья Николаевна Трубанева руководит командой разработчиков ГЕА по иностранным языкам. Поэтому, в принципе, даже если вы или ваши коллеги работают с другими иностранными языками, вы все равно можете эти вопросы задавать. Наталья Николаевна как раз тот человек, от которого вы можете из первых рук информацию самую свежую, самую актуальную и точную получить. Не на уровне слухов, а на уровне точного знания. А Елена Евгеньевна Бабушес является не только соавтором курса Enjoy English, но также и разработчиком контрольно-измерительных материалов для ГЕА и ведущим научным сотрудником Российской академии образования, так же как Наталья Николаевна Трубанева. А также вам может пригодиться пособие типичной ошибки в ЕГЭ. И как их избежать. Авторы ЕВ Костюк, ЕВ Боголюбова. Это пособие не только знакомит с форматом ЕГЭ и с алгоритмом работы для выполнения каждого задания, но также показывает, какие ошибки чаще всего делают учащиеся, и как этих ошибок избежать, как следует из названия. То есть здесь как раз можно обучить. Кто-то говорит, да, книга для второго класса сложновато для второклассников. Коллеги, поскольку эта книга дополнительно, я думаю, что речь идет о редапе, я думаю, что ее не обязательно проходить всю. Можно ее читать постепенно, можно ее растянуть на два года, смотреть, насколько времени вам хватит. Просто обратите внимание, там, например, задания «Сделай сканворд» или кроссворд, они как раз подразумевают чтение целым словом. Не надо споставлять каждую букву. А есть задания на правила чтения, там звук и буквы несоответствуют. Если вы будете, что называется, keep in mind, помнить о разных подходах и об их комбинации, то вы увидите, что прекрасно эта книга будет помогать и работать. Маются, не знают, что бы еще поделать. Да, такое бывает. Дети очень активны, восприимчивы, они хотят в начальной школе изучать английский язык, мотивацию повысить. Мотивация, вернее, у них высокая. Им интересно все это делать, так что как раз такие книги пригодятся. Справляются так же, как третьеклассники, что-то сложно, что-то нормально. Ну что ж, замечательно. Итак, коллеги, дополнительную информацию вы можете найти на сайте englishteachers.ru, на сайте title.ru. Интернет-магазин находится на English Teachers. А сейчас, если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Если у вас есть комментарии по поводу вебинара, что-то вам показалось интересным, что-то, наоборот, вызвало удивление или сомнение, какие-то вещи вы считаете неудобными в практике, расскажите, пожалуйста, потому что, на самом деле, это важно. Если я смогу, я отвечу на ваши комментарии сейчас. Если не будет времени или они требуют развернутого ответа или ответа авторов учебника, то мы постараемся ответить на эти вопросы на сайте englishteachers.ru. Опять про транскрипцию. В новой программе по английскому языку для начальной школы прописаны знаки транскрипции. Мили не предполагает обучение этим значкам. Получается, нужно разработать учителю, нужны упражнения. Коллеги, учебник в целом соответствует программе, поэтому он прошел экспертизу. Я бы сделал на вашем месте так. Я бы не стал разрабатывать дополнительных упражнений на транскрипцию, а я сделал бы следующим образом. У нас есть рубрика We Can Read. Мы проходим правила чтения определенной буквы и тут же параллельно даем значок с транскрипцией. Если вы ведете словарики, то просто просим, дети, запишите слово в словарик, или можно завести тетрадку-букварь. Пишем букву, а напротив нее транскрипционный знак. И все это получается. Какие еще комментарии? Очень интересно, спасибо. Спасибо вам. Прониклась симпатию к методу чтения целым словом. Замечательно. Я вам вот что посоветую. Метод чтения целым словом полезен, но давайте помнить, ключевое слово – баланс. Его обязательно надо балансировать, комбинировать вместе с методом звукобуквенных соответствий, так, как советуют делать авторы в книге Милли. Замечательный вебинар. Спасибо, коллеги. Очень приятно это слышать. Подождите расходиться. Я вам должен дать ссылку на ваш сертификат. Сразу хочу объявить. Начиная с этого вебинара, мы по просьбе ряда участников указываем статус вебинара. Мы ряд вебинаров проводим по заказам Института повышения квалификации, и тогда этот вебинар получается региональный. А сейчас вебинар открытый для всей России. Поскольку он открыт для всей России, то мы в сертификате пишем, что вы явились участниками всероссийского вебинара. Я надеюсь, что вот эта фраза вам пригодится. Я сейчас вам даю ссылку. Если по какой-либо причине вам не удастся скачать сертификат, напишите, пожалуйста, на connect.englishteaches.au, то есть тот адрес, по которому вы регистрировались на вебинар. Мы вам с удовольствием этот сертификат вышлем по электронной почте. Итак, вставляю ссылку. Можете теперь скачивать. Я просмотрю, нет ли каких-то еще комментариев. Очень приятно слышать, что вебинар был интересным и опознавательным. Коллеги, я старался. Я провел не один рабочий день, работая с источниками, с хрестоматиями по методике. Я не зря искал страницы из старинных учебников и так далее. Я надеюсь, что вебинар вам пригодился с той точки зрения, что вы или потребуете нового метода, или используете новые приемы, или что-то для себя возьмете просто для того, чтобы лучше понимать. Еще один комментарий с вашего упознания, он важный. Мне очень нравятся учебники. Милые книги для учителя просто отличное методическое пособие, которое может быть полезно любому учителю, независимо от того, по какому учебнику он работает. У меня одна проблема, не хватает времени. Дети получают огромное удовольствие от песен, стихов. Истории хотят их повторять. Много времени уходит на крафтинг, но это очень интересное и полезное, поскольку реально коммуникативные задания. Но если не соблюсти баланс между презентацией нового материала и его практикой, то не будет результата, второклассники за три урока не успевают выучить числительное. Вот здесь как раз замечательный комментарий, очень грамотный, очень методически взвешенный и очень правильный. Ключевое слово «баланс». Позволяйте детям отрабатывать. Давайте им возможность самим поговорить, самим все это делать. Коллега очень правильно пишет. Не зря ей учебник нравится. Учебник яркий, интересный, но баланс нужен всегда во всем и везде, как и в нашей жизни. Ну что ж, уважаемые коллеги, постараемся поступить... Многие старшеклассники плохо читают после обучения по учебникам, которые используют технологию целого слова. Верно. Если эту технологию не комбинировать обязательно с методом звукобуквенных соответствий, как предлагают авторы Милли, и вот на это надо обращать внимание, то читать будет сложновато. Вы знаете, мне во время одного семинаров региональных ко мне подошла участница семинара, говорит, вы знаете, я только что вас слушала, а я как раз говорил об особенностях обучения чтению, она сказала, я, говорит, сейчас понимаю, насколько вы правы. Мне так понравился метод чтения целым словом, что я по нему шла, ну а вот эта рубрика внизу, я не очень на нее большое внимание, как она, говорит, обращала. То есть, ну, прочитали и прочитали, и дальше, не отрабатывая, не закрепляя, шла дальше, и я, говорит, спохватилась в начале четвертой четверти. Дети знакомые слова читают, а незнакомые читать не умеют. Я, говорит, подумала, в чем проблема, почитала книгу для учителя и начала возвращаться, находить дополнительное время, даже от себя проводила дополнительные задания. Мы очень детально начали прорабатывать рубрику «Виконный вид». Слава богу, успели, сбалансировали методом звукобуквенных соответствий, и в конце года результаты были нормальные, и дальше пошли. Он говорит, дальше я уже никогда про эту рубрику не забывала. Так что обращайте, пожалуйста, внимание вот на эти моменты. Уважаемые коллеги, у нас вебинары наши с вами продолжаются. Как я уже говорил, 25 ноября вебинар будет проводить Людмила Геннадьевна Карпова, соавтор курса «Million New Medellinem English» и автор сценариев к обучающим компьютерным программам, и вы узнаете о том, как посмотрите на то, как ИКТ-компонент, как обучающие компьютерные программы помогают нам развивать все виды речевой деятельности, например, учебников «Million New Medellinem English». Вебинар будет в 15.00. 28 ноября вебинар будет проводить Наталья Николаевна Трубаневу. У вас великолепный шанс поговорить о ГИА и услышать о ГИА из первых рук, получить всю самую актуальную информацию. Вебинары на декабре мы тоже планируем. Я думаю, что я запланирую какой-то вебинар, который я буду сам проводить. По секрету скажу, у нас будут еще авторские вебинары, то есть программа у нас насыщенная. И в следующем году мы будем продолжать в том же режиме. По возможности будем стараться, чтобы раз в неделю у нас был вебинар. Видеозапись этого вебинара и презентацию мы выложим на сайте englishteachers.ru. Видеозапись до зимы будет доступна только для просмотра онлайн, то есть вам придется иметь интернет подключенный. Но начиная со следующего года сначала, мы записи всех предыдущих вебинаров постараемся выложить в виде файлов для скачивания, чтобы вы могли их сохранить на флешку, на диск, на что вам удобно, и показать вашим коллегам, использовать на методических объединениях и так далее. Еще комментарии. Здесь комментарии про другой учебник. Я думаю, что я не вправе его комментировать. Комментарии. Еще один спасибо за вебинар. Буду с нетерпением ждать семинар в Ярославле с вашим участием. Коллеги, увидимся и в Ярославле тоже. Ну что ж, я очень рад, что вебинар вам пригодился. Он лучше, наверное, помог понять, как работать по милле, а также мы познакомились с общим методическим подходом. Как видим, они для других учебников могут быть полезны. Еще раз большое спасибо. Я еще раз даю ссылку на скачивание сертификата на случай, если кто-то не успел скачать. Если вы не смогли скачать по какой-либо причине, напишите на connectenglish-teachers.ru Мы вам пришлем по электронной почте сертификат еще раз. Ну что ж, большое спасибо, коллеги. Мы вебинар на этом заканчиваем. Я надеюсь, что мы с вами соберемся еще на вебинар 21 и 28 ноября, а также будем встречаться с вами на региональных семинарах. Я сам 28 ноября буду как раз в Красноярске, 28 и 27 у меня семинары там. 5-6 декабря я буду в Тамбове. Будем семинар проводить, поэтому большой привет учителям из Тамбова. В Екатеринбург не планируйте. Коллеги, вы знаете, я прилетал в Екатеринбург в августе, но я был только на совещании, когда министр образования встречался с директорами школ. Я не выступал, прилетал совсем ненадолго. Надеюсь, что будем и в Екатеринбурге. Когда в Омск приедете? Уважаемые коллеги, у нас планируется семинар в Омске на сайте english-teachers.ru программа написана. Семинар будет проводить Людмилу Геннадьевну Карпова, но я думаю, что и я до вас тоже доберусь. Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону в ближайшее время будет семинар Клары Исаковны Кауфману. Приходите, интереснейшая вещь. Помимо хороших раздаточных материалов, Клару Исаковну всегда слушать приятно. В Пензу. В Пензе я был два раза, пока еще не добрался. В Москве, спрашивает Людмила Гришин. Вы знаете, я только вчера в Москве в Юго-Западном округе семинар проводил. Этот семинар был окружной. И в Москве я буду проводить окружной семинар 3 декабря. Это семинар для тех, кто участвует на курсах МИО, семинар по электронным образовательным ресурсам. Когда увидим в Барнауле? Коллеги, планировал приехать в Барнаул в апреле. К сожалению, по очень печальным у меня были семейные обстоятельства, пришлось изменить программу. В Барнауле провела Людмила Геннадьевна Карпова, за что и низкий поклон. Но я думаю, что мы организуем приезд и в Барнаул тоже. Постараемся. В Мордовию, в Саранск. Ни разу не был в Саранске. Очень хочется попасть, посмотреть. В Казань, в Туле. Коллеги, ну видите, страна большая. Очень приятно, что вы хотите видеть. Обязательно мы с вами увидимся. Пока будем видеться на вебинарах, но также о семинарах региональных мы сообщаем на сайте EnglishTeachers.ru. Амурскую область. Очень давно не был. Я был год назад в Хабаровске, но не добирался дальше. Постараемся. Спасибо за вебинар. Ждем в Тамбове. Большое спасибо. Коллеги, приходите. Ну что ж, я надеюсь, что вебинар получился полезным. Еще раз всем спасибо. Далеко не каждый человек после работы, да еще в ночное время, с учетом разницы в часовом поясе, у кого-то уже два ночи в той же самой Амурской области, уже далеко не каждый человек будет учиться. Только самые лучшие, самые грамотные уже учителя приходят, слушают и учатся. До новых встреч. Если на что-то не ответил, постараюсь ответить на сайте EnglishTeachers.ru. Пишите. Буду очень рад. Большое вам спасибо. А видеозапись завтра выложим, вы ее сможете посмотреть.